Молитесь, Игнатий. Молитесь, Игнатий. Молитесь, Игнатий. Молитесь, Игнатий. Молитесь, Игнатий. Молитесь, Игнатий. Святые по сети и исцели немощи наше имени твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу иныниеру. И во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, И остави нам долги наши, Як же и мы оставляем должником нашим, И не веди нас во искушение, Но избави нас от лука вагом, Ибо Твое весарство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припаданьте блажь, Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, Слава отцу и сыну и святому духу, Отодраясь на воздвиг, Если Господь умой просвети сердцею, Снимая отверзивая, ежепетите, святая Троица, Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, Внезапно судья приидет, И кое горжие деяния обнажатся, Но страхом зовем полунощи, Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Кому героя Твоя благость и долготерпение, Не прогнелся он на ленивый и греш, Не погубил меня с обеззаконием моими, Но человеколюбцал, если обычный, И в ничьяне лежащий говозы гумейси, Воеже утреннике словословите державу Твою, И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзи мои уста, Поущайте со словесем Твоим, И разумите заповеди Твоя, И творите волю Твою, И петите во исповедание сердечным, И воспевайте всесвятое имя Твоя Отца, И Сына, и Святаго Духа, И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу, Придите, поклонимся, Христу, Цареве, Богу нашему, Придите, поклонимся, и припадем К самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. 112 Псалом Аллилуйя Хвалите рабы Господни, Хвалите имя Господне, Да будет имя Господне благословенно, Отныне во век, От восхода солнца до запада, Да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, Над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, Преклоняется, Чтобы презирать на небо и на землю, Из праха поднимает нищего, Чтобы посадить его с князьями, С князьями народа Его, Неплодную вселяет в дом матерью, Радующихся о детях. Аллилуйя Аллилуйя Когда вышел Израиль из Египта, Дом Якова из народа иноплеменного, Иуда сделал со святыней его, Израиль владением его. Море увидело и побежало, И Ордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, И холмы, как ангцы. Что с тобой, море, что ты побежала, И с тобой, Ордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, И выхолмы, как ангцы. Перед лицом Господа трепещи земля, Перед лицом Бога Яковлева, Превращающего скалу в озеро воды, И камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, Но имени Твоим дай славу, Ради милости Твоей, Ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, Где же Бог их? Бог наш на небесах и на земле, Творит все, что хочет. А их идолы, серебро и золото, Делают рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, Есть у них глаза, но не видят, Есть у них уши, но не слышат, Есть у них ноздри, но не обоняют, Есть у них руки, но не сизают, Есть у них ноги, но не ходят, И они не издают голоса гортанию своей. Подобны им, да будут делающие их, И все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Господь помнит нас, Благословляет нас, Благословляет дом Израилев, Благословляет дом Ааронов, Малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, Вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, Сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, А землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, Не все нисходящие могилу, Но мы живые, Будем благословлять Господа отныне вовек. Аллилуйя! Аллилуйя! Радуюсь, что Господь услышал голос мой, Моление мое, Преклонил ко мне ухо свое, И потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, Муки адские постигли меня, Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, И милосердь Бог наш. Хранит Господь простодушных, Я из немог, и Он помог мне. Возврати душа моя в покой твой, Ибо Господь облагодетствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, Очи мои от слез, И ноги мои от преткновения. Буду ходить при лицом к Господним На земле живых. Слава Святому Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, И во веки веков. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, И во веки веков. Аминь! Аминь! Многомилостивый и всемилостив Бог мой, И Господь Иисус Христос по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и незречины в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаящихся, то верую спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня. Но это вера, да будет прыгших всего. Да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня Сатана и не похвалится. Слово. Что отторг меня от Твоих руки оградой, нулю хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атами Прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Светлый ангел, постану хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности взлома демону, починить меня все преобладания у Твоих смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Светлый ангел Божий, хранитель, покровитель беда моего души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского. Чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил у меня страхи Своем. И сделал у меня рабом, достойной Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владыча моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удались и скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавим из страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, Людмила, ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод, чрева Твоего, якородила Иси Христа, спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, счастлива, житворящего Креста Господи, не остави нас грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победу на сопротивные дары, и Твое, сохраняя Крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помил Отца, моего духовного родителя и суродника, благодетель митрополита Иллариона, епископа Ильтихи, Вениамина, Гафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Владимир, Зосима, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающих священник, если угодно тебе, смири власти и воинствах, наведи страх Твои на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, дабы издавали мудрые законы, дабы могли люди жить достойно, и было бы еще уделять нуждающимся. Сохрани, Господи. Владимир, Дмитрий, Дональда, Рамзанов, Владимир, Александр, Дагена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, и для всего пришли нам добрых помощников, наставников и советников, и это ответил на молитву и послал. Слава Тебе. И в сей день сохранилась-то всякого рода зла и греха от непосильных искушений. Защити жилища наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там, Андрея, Игоря, 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 Серафима, Владимира, Брагин, и сей болящую Людмилу, любовь, Алексея и Иосифа, отреши добрых жителей с детьми, любящими, знающими законы твои, и школу сохрани. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алекину, Ирошин, пределы в общем, побуди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езру, Русики, Тимуру и Самире, Да истинную веру, Да бы не верили они лжепророкам. Возри на угрозы врагов, на все пакости, какие они творят и лгут, и препятствуют распространению истины Твоей. Останови их, Господи, примирись с нами, если возможно, и в судный день не помяни их безумие, и дабы они не погибли в ожесточении сердца. Посети благодетели наших, воздаем добром, здесь и в вечности, Елену, Людмилу, Евгению, Наталье, обрати, Юрия, Надежда, благослови. Путешествующих Раису, Льва, Виктора, благослови. Все наше родство найди, Дахи, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, и найди, Господи, отступник от Николая, Михаила, Александра, Юрия, Максима, благослови. И от пьянства избави, Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Утешь, потерявших свободу за слово Твое, убиваемых детей Твоих, отверзи им двери рая, прими их в обители вечные, посети болящие, и дай силу перенести страдания. И пошли мы исцеление. Валерия, Лариона, Кирилла, Алексея, Алифтину, Надежду, Людмилу, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Сохрани наше сокровище в интернете. И книги здесь, и в пути трудящихся. Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Александра, Александра. Найди, Господи. Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Слава Тебе, Христе Божий наш. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братьев, наших родителей, сродников, всех православных христиан. Сотворим вечную память, вечный покой. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Аво Отче. Свят, свят, свят Господь Савалов. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как наистину. Воздаю вечности всем, кто трудился над моей душой и возрастанием, Майрею, Степана, Александра, Михаила, Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас с молитвами своими. Господи, благостаю всех, помогавших нам в путешествии. Благостаю Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешим, благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинев смертный счастье, а душа будет разрушаться от тела, проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, во всем быть экономным, дабы было еще уделять нуждающимся. Святитель Шестов Никола, вербекистский чудотворец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пороки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриарх, Ездра, Ниеми, Амос, Наум, Исаи, Иереме, Варох, Изеки, Иосия, Иоги, Исапон, Исахария, Малахи, Давид, Напан, Данил, Отрок, Иппорок, Михея, Врам, Исаак, Яхов, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода, то и для нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Сморите, Бога, на святые ангелы, архангелы, хирургии, сарапеи, и все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, лингеристы, Макеи, Марк, Лука и Я. Святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликамский, Минский, Усим, Философ, Касмай, Дамиан, Андрей Старкелат, Ирон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеем, и Сорок, святых мучеников, царь Николай, святая царская семейства, Владимир, Иосиф, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания звери, Антихриста, Антиму, Вениамину, Дай верну, Саши родители, которые воспитали. Молите Бога о нас, и отцы Василия Великий, Григория Богослов, Иоанн Ваталус, Афанасий Великий, и Крепсиль, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Корниль, Илью, Сергий, Радонский, Степан, Пенский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Крештадский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Иоанн Николаев, Иоанн Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет, и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысл и ретиков разруши, развеи, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены Идеевы, Фёкла, первомущины, Сапатина, Самарнина, Феврония, вера, надежда, Любовь и Матер Сапи, и Наталья Адриановна. Варвара, Екатерина Перевчатова, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Плескила Акила, Андроника Юния, Киприяна Устинова. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поруга, неисправь не покорилась Галина и семейства и Егени, Людмила, Иоанна. И прими нашу молитву, Господи, воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Боже, всемогущий Создатель наш, услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими нашу молитву, любящий Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего и народного Господа и Бога нашего Иисуса Христа и всех святых. Услыши и исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит, раб Твой. Доброе утро всем! Аминь, Доброе утро! Еще не приготовил. Вот он, вот он где. Подожди, на каком положении нахожусь. Поделуйся, маленько, это не все такое, не терпешься. Как ты начнешь делать, все волнует. Не видно, палец, не видно, подвезут. Что я поднялся, давай еще хотим. Мамонтова сейчас едет. Мамонтова? Да, сейчас. 6 часов едет. Еще? Ну, помолиться будем, зато сейчас. Она Мамонтова сейчас едет, потом вернется, и вечером... Зачем Мамонтова? Хотя слово-то, можно сказать? Ее вызывают туда, нужно ей. Кто вызывает? Кто вызывает? Да? Поедет и... Кого? Поедет и леетет. Она же там прописана, поэтому туда ее называют. Не знаю. У нас тут возможность пока есть, все еще и длитка, она сразу попадает Андреевич. в Краевую больницу. Мама, вот так долго, сама здесь находишься. Не знаю. Домой сегодня. А? Потеряем, по сегодня уезжили. Понимаете, потеряем, вот так трудно добираться, там встречать. А здесь ты уже в городе находишься, больница рядом, почему не здесь. Когда здесь Краевая, Краевая называют, а Краевая это и Мамы Пасха района. Вот не советуй здесь ничего. Алексей Сеськов, где лещится? Здесь. Я пошел куда? Потеряем тоже. Здесь приняли и все. Пицца Андреевича. Не, я была уже все. А? Я прошла уже вот... Да, твое дело, ты можешь хоть ползком туда идти. Вы ищете совсем не того. Я была... Ну, понимаешь, Мамонтово, когда там ни выхода нету, ничего. Сколько мои ты? А здесь ты прям стоишь, ничего этого нет. Без направления, даже Виктор Андреевич. Кто-то, ну... Ты не одна. Понимаешь, нет? Здесь-то, там ты не можешь. Да разведка дает. Дороги нет. А здесь ты на месте находишься. И так запросу. Я пойду Мамонтово. Да зачем заехать-то? Слышно, видно вы? Я там молиться даже не надо. Надо ставить, чтобы... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 9. Вопрос 2264. Неужели может православие на Руси окончиться и будет тут иная вера? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из мнимо православных сделать хорошего сектанта не так уж и сложно. Это было показано адвентистами в мае 2004 года в Барнауле. Люди-то совершенно ничего о православной вере не знают, кроме внешнего антуража. Пришел-ушел. Сказать, что лучше с позиции вечности, пожалуй, и не ответишь твердо. Мнимо православный определенно и окончательно ослеплен невежеством и житьем по-язычески. На спасение тому нет ни малейшей надежды, что тебя перед смертью причастят и глухую исповедь проведет батюшка. Все это глупости человеческой хитрости. Мимикрия подревностных распинателей Иисуса и поносителей истины. Говорить о покаянии первосвященников не приходилось. А из священников вполне могли быть сносные христиане. Деяния 6.7 И из Слова Божия росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Из трех конфессий христианство уже сегодня православное в наименьшем, в подавляюще меньшем количестве. И эта тенденция стабильно сохраняется. Тут и без графика по годам и векам видно, к чему дело идет. Самые упорные в непонимании данной ситуации православные архиереи и священники. Они все еще штампуют крестные ходы, мироточением тешатся. Но и это уйдет, как и дикая тьма суеверий будет объявлено, что и в протоколах указано. Останутся где-то помалу верующие истины. Но таковых много ли? Нет даже наималейшего признака, что будет что-то по-другому, что православные возьмут за основание Библию. Что угодно, но только не это. Заноза пользы от сближения с мирской властью, от симфонии патриаршего и монаршего престолов, ностальгии точится на каждой православной кухне. Но этот соблазн императора Константина добивает остатки того, что можно назвать живым и плодоносным в православии. А ты иди и благовествуй. Лука 9.60 Несмотря на запреты властей и мирских духовных. Цитата. Заключаю, что через поколения, много, через два, иссякнет наше православие. Если не изменять у нас образы воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. А наконец-то совсем кончится. А останется только имя христианское. А духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Зазворник. 1863 год. Цитата. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их бы помиловал. Но Господь ответил, «Не помилую их, ибо они учат учением человеческим и языком чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня». Еще цитата. «Сказано, что врата Адовы не одолеют Церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится Церковь. Россия может окончательно потерять ее». Епископ Афанасий. Доигрались. «Сто с лишним лет тому назад, допустим, так случилось, среди студентов вдруг леса в Симбирске появилась. Профессор кафедру обнял с вопросами записки, на все дает ответ полдня, и вдруг склонился низко вопрос-ответ, вопрос-ответ, все новые приходят, и вдруг на стол кладут пакет. Вопрос-ответ, вопрос-ответ, все новые подходят, и вдруг на стол кладут пакет. «Симбирск» от «У» Володи. Какой-то хлюст или прохвост сумятицу в полкнижке читает. Мясо ест он в пост, у всех крадет излишки. Он сам себе авторитет, пахан и мафиози. С собой, как будто не атлет, а царство сразу просит. Мол, удержу державу Русь, и лысину погладил. Не брат свинье, как знаем гусь, а он свое заладил. Свободу дам, молись, трудись, кухарок возвышая, и расплодил такую слизь, везде чадит и шает. Теперь там мумия лежит, залитая в проклятии. За ним бы не пошел мужик в такую мразице лякать. Когда бы верил он Христу, Евангелие знал бы не только службы и посты, а так, колун, кувалда. Попы монахи и сейчас не учат, причащают, но если что, не на ровен час, куда опять причалят? Игнатий Лапкин 10 июля 2004 год. Игнатий Лапкин во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 9. Вопрос 2266. Столько слышала о сергианстве, что оно является главной причиной для тех, кто не хочет соединяться с московской патриархией. Из писателей нашей современности кто-то писал об этом явлении. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Писали Отец Глеб Якунин, Отец Лев Лебедев, Отец Георгий Эдельштейн и многие другие. Но очень хорошо и пламенно об этом писала Зоя Александровна Крахмальникова. Вот выдержки из ее брошюры «Горькие плоды сладкого плена». Духовное сергианство и есть по своей сущности исправление подвига Христа. Каковы же духовные плоды этого нового христианства, что явил нам Бог сегодня через 60 лет после решительных действий митрополита Сергия, избравшего новый курс для православия. «Поклонение словесным идолам породило новое идолопоклонство. Признавая радости гонителей своими, надо было признать своими и те реальности, которые формировали новое язычество». Когда старцу Илья Зару было предложено по повелению господствующей власти «отступить от законов отечественных и не жить по законам Божьим», 2 Макавейская 6.1, а пойти на компромисс и притвориться, всего лишь притвориться, что он ест и доложертвенное мясо, Елеазар отказывается. Отказывается, несмотря на то, что ему грозит смерть. 2 Макавейская 6.1.18.31. История эта замечательна не только потому, что в ней мы узнаем о верности Богу и о готовности ради нее идти на мученическую кончину. В ней есть еще один универсальный для всех времен смысл. Гонителям отеческой веры не столь важно поклонение государственным или политическим идолам, так сказать, по совести. С совестью можно пренебречь. Им важно признание их религиозной доктрины, даже если это признание всего лишь лицемерия. Им важно разрушить целостность веры ложью, разрушить ее божественный максимализм. Отметим тут же еще один важный аспект, к которому наша мысль будет не раз возвращаться. Илья Азар принимает мученическую кончину как государственный преступник, ибо он отказывается даже ложно признать господствующую религиозную доктрину. Он политический преступник, так же как три отрока, брошенные в печь Вавилонскую, Анания, Азария и Месаил, отказавшиеся поклоняться государственным идолам. Политическим преступником был и пророк Даниил, брошенный в львийный ров за то, что продолжал, вопреки приказаниям власти, поклоняться своему Богу. И тем не менее, нарушая церковную свободу и не принимая во внимание осуждения по этому вопросу, собора церковная иерархия сергианского направления порождает и развивает новый тип христианства. Политическое христианство. Оно развивается и крепнет в борьбе с обновленческим расколом, в состязании с обновленцами за привлечение на свою сторону государственной власти и за получение ее признания. Впоследствии советские историки религии не без основания отметят, что сергианство, победив обновленчество, принимает его принципы политизации церковной жизни. Дурные примеры, как говорится, заразительны. Обновленчество не только передает свои политические приемы сергианству, но и традицию женатого епископата, который процветает и сегодня в РФЦ. Политическое христианство, как разновидность неохристианства или обновленчества, разрабатывает свою концепцию взаимоотношений между церковью и миром, свою интерпретацию миссии церкви в мире. Эта интерпретация коренным образом отличается от евангельского откровения о Боге, человеке и церкви. Согласно евангельскому откровению, христианство не может быть причастным ни к какой политике, ибо призвано находиться вне всех политических институтов и их доктрин, оно не претендует ни на какие блага всем мире. Царство мое не от мира сего, говорит Господь представителю земной власти. Евангелие от Иоанна 18.35 Царство Христа, к которому заповедано христианам стремиться прежде всего превыше любой политики и любой идеологии, созданной людьми мира сего. Ищущие его несут весть о вечной горней жизни, а все политические системы заняты жизнью вдольней. Церковь призвана Богом к определенному типу служения миру. Она призвана нести благую весть о надежде на воскресенье. Политическое христианство отказывается от этой миссии. Отказывается потому, что не может ни в силах нести благую весть о спасении души. Бог не даст политическому христианству силы заниматься и апологетикой, которая необходима обществу. Нам заповедано не только молиться о властях и гонителях, но и проповедовать им надежду на избавление от вечной смерти, чтобы хоть одна душа могла узнать жажду спасения благодаря христианской проповеди. И отстаивая право на апологию своей веры, на проповедь, христианин отнюдь не заботится о себе. Он призван одарить верой другого, кем бы ни был этот другой, сочувствующим христианству или гонителем. Христос говорит своим ученикам, перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. Марка 13,9. Пред ними значит для них. Богу дорога каждая душа, она стоит целого мира. История христианства знает множество примеров, когда мужество христиан перед мучителями обращало мучителей ко Христу. Но слышали ли мы хоть однажды от тех из архиереев, которым предоставлена возможность проповедовать с экранов телевизоров и с газетных полос слово в защиту истины. Политическое христианство это смоковница, красующаяся листьями своими, облачением своим, но не имеющая плодов, которые могли бы насытить жаждущих. Марка 11-13 Поклонение словесным идолам приводит к беспрецедентному для православия идолопоклонничеству перед Сталином. Но чем больше кодит Сталину митрополит Сергий со своими единомышленниками, тем больше жертв требует вождь всех времен и народов. В годы кровавого сталинского террора в лагерях и тюрьмах бесследно исчезают епископы, священники, монахи, миряне. Только Господь знает их число, их имена. Митрополит Сергий и последующие за ним патриархи Алексий и Пимен оповещают мира своей радости по поводу того, что СССР единственная страна в мире, в которой дана полная свобода религии и что никакие голени на веру СССР не только не было, но и быть не может. Паспудно, казалось бы, незаметно вяжется цепь злодейских подмен, цепь, которой по мысли врага рода человеческого можно удушить мертвой хваткой церкви. Возникают новые богословские концепции. Время от времени в журнале Московской Патриархии печатаются богословские обоснования этой невидимой лжи о положении православной церкви в черные годы ежовщины кровавого террора в годы лютых хрущевских гонений. Враг рода человеческого хоть и однообразен в своих методах поругания истины, но среди подмен впаянных в цепь, предназначенную для удушения церкви есть не только грубая ложь, лукавство, искажение, отречение, лжесвидетельство, есть и другое. Излюбленным приемом врага церкви церковного двойника является так называемая перемена знака, превращение смысла в антисмысл. Эта опасность давно была замечена учителями церкви, а суть ее раскрыта в Евангелии в разоблачении Христом религиозных лжецов и лицемеров. Ваш отец дьявол он лжец и отец лжи Иоанна 8,44 говорит Христос тем, кто считает себя религиозными руководителями. Богоубийство созрело в религиозном народе, в народе, хранящем обряды и стремящемся исполнять закон. Богоубийство созрело в Синедрионе среди религиозных руководителей. Этот факт не только принадлежит истории, он реальность. В метаистории, свидетельствующая о промысле Божьем относительно в церкви. Богоубийство оправдано первосвященником Каиафа в его богословии компромиссов. Убивая Бога, он намерен спасти народ. Спасти народ, распявший своего Бога. Для того, чтобы народ был послушен своим религиозным вождям, для того, чтобы он согласился на убийство Бога, его не только нужно обмануть, предложив ему цепь подмен. Для того, чтобы подмены были приняты, религиозные вожди должны внушить народу благоговение к ним, к их святости. Нужно богословски обосновать неохристианство или обновленчество, назовите это как угодно, и не только обосновать его связь социалистическим идеалом, но и предложить обоснование мученичества без креста. Для этого лучше всего выбрать из духовного наследия православной церкви то, что будет помогать двум ветвям неохристианства, во-первых, комфортному или благополучному христианству, и во-вторых, обряда верию. Подмены духовного плана, как известно, почти неуловимы до тех пор, пока не явлены плоды. Евангелие дано нам как откровение о полноте бытия во Христе. При всей уникальности каждой личности и уникальности пути каждого ко Христу нам не дано возможности исключить из Евангелия то, что нам не под силу, ибо нам все не под силу. Стижание благодати как цель христианской жизни, стяжание смиренного духа, достигаемое отнюдь не лжесмиренным отношением к поруганию евангельских смыслов бытия, а только отрицанием сатанинских искажений основ церковной жизни, отрицанием провозглашенным с кровью. Да как можно отрицанием провозглашенным с кровью. Да как возможно стяжать благодать Святого Духа, стяжать мирный дух, чтобы спасались возле тебя тысячи, по словам преподобного Серафима, если не исполняются еще раз, простите, да как возможно стяжать благодать Святого Духа, стяжать мирный дух, чтобы в кавычках спаслись возле тебя тысячи, по словам преподобного Серафима, Если не исполняются веления того, кто подает благодать, и кто из нас осмелится решиться на подвиги святых, не умертвив своих страстей, побуждающих нас к сатанинскому страху перед гонителями. В послушании есть осуществившаяся свобода, а святость созидается в преодолении страха. По свидетельству святых мы получаем истинную веру тогда, когда идем до конца. Однако же комфортное и безопасное христианство ищет для себя святости или в обрядоверии, или в интеллектуальном восхищении идеалами монашеского аскетического подвига. Подмена идеалов, возможности жить согласно идеалам. Аскеза есть требование веры, но она не может заменить веры. Лже-смирение и лже-послушание, столь часто встречающиеся в нашей церковной среде сегодня, есть результат духовной ревизии Евангелия и предания. От лже-аскезы веет духом иудушки, духом фарисейства и обрядоверческого лицемерия. Жить по-христиански невозможно. По-христиански можно только умирать, но смертью в земной форме нашего существования. Это и значит идти до конца, свидетельствует православный подвижник нашего времени, автор книги о новопрославленном афонском старце Силуане, одарившем нас уже в 20 веке сокровищами своего опыта архимандрит Сафроний Сахаров. Нельзя поставить для себя бутафорскую Голгофу для того, чтобы избежать подлинной. Цитата. И постились, забывая о жертвенной Христовой любви, недоступной без Духа Святого. Ибо это Он, как поведали святые, был свидетель страданий Иисусовых. Если, как сказал апостол, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, то как же без Него можно приблизиться к тайне и силе Голгофы к Ее любви? Но ведь именно вне Голгофы, или помимо Голгофы, мы хотим устроить новое, не архаическое христианство, долженствующее разрешить социальный вопрос. Христос Иисус, сказал апостол, вчера и сегодня и вовеки тот же. Тут уже не инакомыслие о Христе, которое когда-то разрешалось на соборах. Тут два разных Христа. В наших храмах мы не услышим слова «свобода», хотя нам даровано свобода в Духе Святом и заповедано стоять в свободе. Галатам 5.17 «И не делаться рабами человека» в 1 Коринфянам 7.23 В плену, в гетто, все боятся друг друга. Если твоя рука случайно коснется кого-либо, от тебя с ужасом отшатнется твой единоверец. Потому что в тебе, может быть, притаился бес. Боязнь бесов в церковном народе все возрастает. Она может соперничать по силе своей только с боязнью церковных стукачей. Но им как раз нельзя показывать свою боязнь и отдергивать руку. Напротив, надо делать вид, что так положено. Бесы в облачении и в штатском свободны в наших храмах. Они свободно ходят в трапезные монастыри и заглядывают в алтари страшно. Считается, что этот страх перед бесами можно преодолеть обрядом, чтением акафистов, молебнами. Сей рот изгоняется постом и молитвой, учит нас Господь. Но кто научит меня, что такое в подлинном его смысле пост и что такое молитва? Кто сокрыл это учение от меня? Почему его не проповедуют в храмах? Не потому ли обличение бесплодных дел тьмы, Ефесянам 5.11, заповеданное нам, стало называться осуждением и попало под запрет? Не потому ли говорить правду стало считаться греховным, А лгать, утаивать и лже свидетельствовать стало почитаться смирением, послушанием и блаженством? Разве епископы, правящие своими епархиями, не знают, что вера от слышания о римлянам 10.17? Почему же не слышатся в храмах поучения об основах веры? Почему епископы не добиваются для своих посомых возможности катехистического обучения? Если и говорят о необходимости этого, то только те, которых епископат объявляет духовно заблудшими, Так называемые диссиденты, Именно эти, в кавычках, духовно заблудшие, А отнюдь не религиозные руководители добиваются разрешения властей На широкое и свободное издание религиозной литературы В различных ее канонах и жанрах Именно они говорят о необходимости религиозных радиопередач Но церковная иерархия, по-видимому, из соображений особой мудрости молчит об этом А если вслед за духовно заблудшими, в кавычках, и повторяя что-то подобное То это звучит настолько невразумительно, что надеяться на успех не приходится Нужны творения отцов православной церкви Но их смыслы влекут нас к тому, чтобы поставлять себя перед судом Божиим Может быть от того и возникает страх перед книгами Может быть поэтому боятся их те, кто не добивается их издания Сладкий плен приносит горькие плоды Если христиане стремятся к благополучию, принимая условия мира Они неизбежно принимают на себя болезни и пороки мира Поклонись мне! Не обязательно сразу до земли Можешь только преклонить голову Сделать легкий поклон, почти незаметный для чужих глаз Мы будем об этом знать с тобой вдвоем Но не так-то прост миродержец, хоть и просит в начале малого И не так-то прост, хоть и скупится наградить щедро за малое Не скупится на аванс, знает, что получит сполна В кавычках контракт всегда сопровождается заручениями и поздними сожалениями Порукой выполнения контракта является досье, в котором собраны компрометирующие клиента материалы На мытарствах души, как свидетельствует опыт святых, будет почти тот же порядок Бесы предъявят свое досье Радостный плен митрополита Сергия и его единомышленников был не столь сладок, как плен нынешних его наследников Чем дальше шло время, тем шикарней становился плен Раньше торг шел на жизнь, но постепенно страх за жизнь терял свою остроту Все епископы, которые отказались принять условия контракта И смогли бы отказаться от него, исчезли с лица земли И началось... Простите... Все епископы, которые отказались принять условия контракта Или смогли бы отказаться от него, исчезли с лица земли И началось новое епископство, защищенное от тюрьмы и сумы Симфония между государством и церковью зазвучала на новый лад Остались лишь незыблемые основы симфонии В 1942 году Московская Патриархия выпускает итоговую книгу Правда о религии в России, где черным по белому написано За 25 лет советской власти церковь испытала не гонение, а скорее возвращение к временам апостолов Это, в кавычках, правда, принадлежит митрополиту Сергию И является фундаментом новой экклезиологии Московской Патриархии В самой этой фразе содержится не только ложь о положении церкви за 25 лет советской власти Но и ложь о временах апостолов Как известно Времена апостольские Отмечены жестокими гонениями И мученичеством апостолов С годами добровольный плен бесспорно становился все радостным Радостями плена оказывались заграничные поездки Роскошные покои Дачи за высокими неприступными заборами Черные и цветные автомобили Радости плена приносили почет, славу, поклонение И, наконец, ордена и грамоты от властей А вместе с роскошью, грамотами, орденами и почетом Безнаказанность и защиту со стороны властей Защиту от тех, кто посмеет церковным властям напомнить о Христе Став безраздельной владелицей миллиардов церковных денег Иерархия оказалась неким магнатом Получившим возможность бесконтрольно распоряжаться Непринадлежащими ей сокровищами Коррупция, взяточничество Рассветшие в период застоя в нашем обществе Рассвели столь же пышно во всех звеньях церковно-административного аппарата Приблизилось начало к завершению Младенец превратился в старика Коснулась пуля из ствола мишени Знамение крестное закончила рука Земля в космическом пространстве черноты С лизинкой синей льдинкой у кровавой К далекой вечности приблизилась В притык, бортами полюсов качаясь влево-вправо Закончилась борьба Судьбы делёшь по континентам, нациям и верам На миллиарды вопль дитя умножь Подсчитывая прибыли, потери Учились убивать Родить опять, тянуть за одеяло до причала Не зная воли Божьей Гнали вспять Не соловьями пели Были и рычали А надо было всей земле Всем людям чтить Иегову Библии прикрыться Весь шар земной Цветочный сделать клумбой Доверившись Иисусу Несектантским крысам На что ни глянешь Тянет всё к концу К последнему поклону повороту Морщинами дорог По скорбному лицу Пугающие вести текут с кровавым потом Пугающие вести текут с кровавым потом Летит последний тополиный пух Осеменять пустыню бесполезно Рыдайте не таясь Вопите вслух Быть может отодвинется возмездие Так не хватает слёз Они непопулярны Валютой платят клоуном за смех Сион встаёт звездой Зловещей яркой Три с половиной года Отпущена на всех Рассядутся сердца Былых героев В преддверии пришествия Христа Тьма скорби Трауром всех выживших Накроет Час воскресения мёртвых И суда настал Двадцать восьмое мая Двадцать восьмое мая Двадцать четвёртый год Игнатий Лапкин Двадцать четвёртый год Двадцать четвёртый год Двадцать четвёртый год Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Коммунизм В том Десятый вопрос Двадцать четвёртый год Что знаменует собой Вечный огонь К которому водили пионеров Устраивались посты номер один На которые снимались На месяц Лучшие ученики школ Ни одна свадьба Значительное событие В жизни советского человека Не обходились Без поклонения Этому огню Правительство Российской Федерации И других стран В знак особого уважения Возлагали венки к нему Что нам говорит Библия О поклонении огню И не получится ли так Что чему любим поклоняться То и получим Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин В Священном Писании Вечный огонь Означает место Где будет мучиться Дьявол и его последователи Евангелие от Матфея 18.8 Если же рука твоя Или нога твоя Соблазняет тебя Отсеки их И брось от себя Лучше тебе войти в жизнь Без руки Или без ноги Нежели с двумя руками И с двумя ногами Быть брошено В огонь Вечный Евангелие от Матфея 25.41 Че Ольга Скажи Не слышу Быть в вержену Не брошену А в вержену А я брошену Сказал Простите Нежели с двумя руками И с двумя ногами Быть в вержену В огонь Вечный Евангелие от Матфея 25.41 Тогда скажет и тем Которые по левую сторону Идите от меня Проклятые в огонь Вечный Уготованные Дьяволу И ангелом Его Послание Иуды 1.7 Как Содом и Гоморра И окрестные города Подобно им Блудодействовавшие И ходившие За иною плотью Подвергшись Казни Огня Вечного Поставлены В пример Марка 9.44 Где червь Их не умирает И огонь Не угасает Откровение 20.10 А дьявол Прельщавший Их Ввержен В озеро Огненное И серное Где зверь И лжепророк И будут Мучиться День и ночь Во веки веков Иногда Слово Вечный Употребляют В смысле Пожизненно Долго Совершенно Не вкладывая Смысл Бесконечности По Исторической Исайя 33.14 Устрашились Грешники На сегодня Трепетом Владел Нечестивыми Кто из нас Может жить При огне Пожирающем Кто из нас Может жить При вечном Пламени Трозакония 15.17 То возьми Шила И проколи Ухо Его И проколи Ухо Его К двери И будет Он Рабом Твоим Навек Так поступай И с Рабою Твоею 1 Маковейская 10.30 Впредь Я отменяю Брать земли Иудейской Из трех Областей Присоединенных К ней От Самарии Галилеи От нынешнего Дня И На вечные Времена Люди Мира Пользуются Выражениями Библии Но смысл Вкладывают Очень Однобокий Выбирая Из истины Только то Что могло бы Их возвысить Но не исправить Через Страдания Боевое Крещение Храм Науки Соль Земли Вечный Огонь Никакого Отношения Эти слова Не имеют К тому Какой Смысл В них Заложен В Писании От Бога Так же Точно Дело Обстоит И с Огнем Огонь Из основных Стихий Перед которыми Поклонялись Древние И нынешние Идолопоклонники Премудрость Соломона 13.2 А почитали За богов Правящих Миром Или Огонь Или ветер Или движущийся Воздух Или звездный Круг Или Бурную Воду Или небесные Светила Не веря В бессмертие Души Безбожники Всегда хотят Чем-то Видимым Плотскими Глазами Выразить Своё представление О вечности О памяти Ибо Только вне Они пытаются Закрепить Воспоминания Об ушедших Ветер Воздух Бурную Воду Они бы Применили Но В сравнении С огнём Эти стихии Не столь Впечатляющие На улицах Городов Ломается Пламя Пробуждая Древние Пещерные Блики На потухшем Сознании Блудливого Современника Он тупо Уставится В эту воронку Прожигающую Отопление Сотен Пенсионеров И уходит Соотношение К вечности У него Не наступает А мы можем Это вполне Разумно Объяснить Что этот Огонь Прообразует Их Мучения И они Будут Вкушать От этих Языков За Свои Хульные Воспламенённые Ложью И убийством Языки 2 Фессалоникийцам 1.9 Которые Подвергнутся Наказанию Вечной Погибели От лица Господа И от Славы Могущества Его Год 37 Еще Не мой Трагедия Эстоны Повсеместно Помечен Не пожаром Не войной А людоедством Скажем Это Честно Ночное Их Трагедия Плахо Октябрь Картавы Дядя Ленин Виновны Все Рук В чаши Не умой 1 июля 2004 года Игнатий Игнатий Лапкин Во имя Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Коммунизм Том 10 Вопрос 2327 Если Вам Приходилось В годы Советской Власти Беседовать И с Начальствующими То Теперь Гонители Ваши Осознали Ли Своё Поражение И Заблуждение Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Эти люди Никогда И ни в чём Не приносят Покаяние Они Приговорены К вечному Мучению Даже Сегодня После Стольких Публикаций Об их Злодеяниях Об уничтожении Более 66 Миллионов Своих Сограждан О Превращении Страны В преступную Зону Уголовников Они Продолжают Отравлять Умы Россиян Своими Выдумками И Бреднями Эти Мастодонты Человеконенавистнического Людоедского Режима Догнивают Беспокаянные И Обозлённые Что Продележе В эпоху Великого Хапка Оказались Опоздавшими В разбытых Корид Коммунизма Вот Ещё Один Опус Ускользнувшись От Нюрнбергского Прогресса Вышла Книжица Николая Ивановича Морозова Полюшка Поля Барнаул 2003 Год 17 на 11 Сантиметров 352 Сантиметра Сантиметра Наринская Голгофа МВ Фаст НП Фаст 2004 Год Томск Москва Водолей Пабли Шерс 560 Страниц И вот Что Измыслил На странице 242 250 Морозов Матросов Живущий Ныне В городе Барнауле Проспект Строителей 41 11 Телефон 62 76 36 Цитата Матросов И Валерий Иванович Решили Побывать В Потеряевском Отделении Совхоза Корченский Порадовали Тщательно Убранные Поля Заботливо Ухоженные Стога Соломы Вывезенные За кругу Поля У конторы Отделения К Матросову Подошла Учительница Начальной Школы Светлана Михайловна Она спросила Как поступить Ей в связи С вмешательством В учебный Процесс Религиозного Миссионера Лапкина Уроженца Потеряевки Встреча С Лапкиным Состоялась В конторе Отделения Это был Сухощавый Мужчина Лет 30 С бледным Изможденным Лицом Поросшим Редкой Обвисшие Бородки Он пришел С братом Рослым Широкоплечим Парнем Матросов Поинтересовался Лапкина Где живет Чем сейчас Занят Скороговоркой Но вполне четко Лапкин ответил Живу Божьей Милостью В Искитиме Приехал С женой К моим Родителям Ищу людей Почитающих Бога А в школе Вы тоже Ищите Таких Почитателей В школе Тоже Матросов Спокойно Высказал Собеседнику Своё Отношение К его Поступку Он Подчеркнул Что в школе Существует Государственная Программа Обучения Материалистического И нравственного Воспитания Учащихся Навязывание Религиозных Взглядов Насильственное Принуждение Детей В семье Или в школе К вере в Бога Противозаконно Даже Совершеннолетние Люди Приходят К Богу Самостоятельно Своими Путями По Среди Сто Учительницы Лапкин И его Жена Вторгались В класс Без всякого Разрешения Во время Урока Отстраняли Учительницу От стола И предварительно Передав По рядам Маленькие Иконки До Этам Начинали Свои проповеди Педагогу Приходилось Объявлять Неочередной Перерыв И предлагать Детям Немедленно Покинуть Класс Лапкин Старался Беседу С Матросовым Перевести В дискуссию О Боге Бог дал Детям Как и Взрослым Жизнь И они Должны Знать Об этом Как бы Оправдывая Свои действия Сказал Лапкин Последовала Серия Цитат Из Библии И других Религиозных Источников Матросов Попросил Не увлекаться Начетничеством И вести Разговор По существу Обсуждаемого Происшествия Да вам Обидно Что вы Из своего Маркса Ничего На память Так и Не усвоили Съязвил Лапкин Матросов Сдержанно Засмеялся И продемонстрировал Припомнившиеся Высказывания Простите Матросов Сдержанно Засмеялся И продекламировал Припомнившиеся Высказывания Карла Маркса Которая Начиналась Со слов В науке Нет широкой Столбовой Дороги Со стороны Проповедника Снова Послышались Цитаты С упоминанием Христа Непорочной Девы Марии Отца И сына И святого Духа Давайте Оставим Има Христа В покое Тем более Что его Реальное Существование На земле Недоказуемо Матросов Задумался Видимо Стараясь Как можно Яснее Выстроить Свои мысли Двоеточие Кавычки Открываются Если Есть Запредельная Вечная Жизнь То почему На землю Не поступило Ни одной Весточки От ее Обитателей Чтобы Укрепить У землян Веру В Царство Небесное Присутствующий Здесь Валерий Иванович Уловил На лице Лапкина Растерянность И замешательство Кавычки Сама вера В вечную Жизнь Окрыляет Людей Уже Из-за Этого Отрицать Ее Нельзя Проговорил Лапкин Не может Быть Чтобы Жизнь Человека На земле Была Такой Короткой И Бесследно Исчезала У Каждого Человека Есть Прошлое Настоящая И Будущая Жизнь Вот Вы и Противоречите Себе Вмешался Валерий Иванович Выходит Все эти Жизни Должны Проходить На земле А не В запредельном Пространстве Будущая Жизнь Верующего Человека Может Продолжаться Только В небесном Царстве Отпарировал Лапкин Он Начал Извлекать Из своей Памяти Заученные Религиозные Постулаты В подтверждение Сказанного Я не спорю Что религиозные Писания В том числе Евангелие Библия И Ветхий Завет Являются Рукотворными Произведениями Они Создавались Талантливыми Людьми Обобщившими Наиболее Устойчивые Представления Людей О Боге В них Даются Нравственные Установки Соответствующие Определенному Историческому Периоду И утвердившемуся Образу Жизни Это Богохульство Произнес Лапкин Матросов Не придал Никакого Значения Реплики Валерий Иванович Я как-то Интересовался Церковной Росписью И религиозными Сюжетами В печатных Альбомах Сколько Фанатизма Вложено В эти Иллюстрации Чтобы Людям Затуманить Мозги Матросов Продолжал Конечно Государство Не может Допускать В храм Науки Проповедников С таким Интеллектуальным Хламом В то же время Советское Государство Гарантирует Своим Гражданам Свободу Совести И вероисповедания Если человек Не приобрел Научного Взгляда На реальный Мир Тут Лапкин Прервал Размышления Матросова Вот-вот Это уже И было Предчувствие Бога Никакого Представления О Боге Не существовало Он Еще Не был Выдуман Господи Да не Слышать Бо ушам Моим Речей Кощунственных Выходит Что Бог Создал Человека А Человек Создал Бога Простите Выходит Что Не Бог Создал Человека А Человек Создал Бога При этих Словах Лапкин Нервно Заерзал На скамейке Глаза Его Вспыхнули Подбородок Судорожно Задрожал Да Вы Богохульник Пусть На вашу Голову Не спарет Кара Божья Матросов Спокойно Перенес И это Кликушество В конце Беседы С Лапкиным Матросов Спросил Его брата Просидевшего Все время Молча Вы Кем Работаете Скотников На МТФ Тоже Верующий Да Что Вы Это Он У Нас Такой Да Что Вы Это Он У Нас Такой Усердный Уже На Пенсии Уже При Дверях Вечности Год Рождения 1930 Он Продолжает Отравлять Себя И других Своей Болевотиной С каждой Страницы Говоря Презрительно О Боге Прок Исайя 28 8 Ибо Все столы Наполнены Отвратительную Болевотину Нет Чистого Места Псалом 70 13 Да Постыдятся И исчезнут Враждующие Против Души Моей Да Покроются Стыдом И бесчестием Ищущим Мне Зла Исайя 26 11 Господи Рука Твоя Была Высоко Поднята Но Они Не Видали Ее Увидят И Устыдятся Ненавидящий Народ Твой Огонь Пожрет Врагов Твоих Исайя 45 24 Только У Господа Будут Говорить О Мне Правда И Сила К Нему Придут И Устудятся Все Враждовавшие Против Него Иеремия 6 15 Стыдятся Ли Они Делая Мерзости Нет Нисколько Не стыдятся И не краснеют Зато Падут Между Падшими И во Время Посещения Моего Будут Повержены Говорит Господь Прокремия 17 18 Пусть Постыдятся Гонители Мои А я Не буду Постыжен Пусть Они Вострепещут А я Буду Бестрепетен Наведи На них День Бедствия И сокруши Их Сугубым Сокрушением Псалом 118 169 70 Кто Может Поверить Чтобы В 1969 Году Можно Было Безнаказанно Врываться В школу С кем То На пару И Отстранив Учительницу Раздавать Иконки Ученикам И вести Урок Закона Божия Даже Самый Индифферентный Скажет Что тут Тебя Скрутили Боеупекли Мне Приходилось Вести Уроки Во многих Институтах Техникумах Училищах Школах Воинских Частях И в милиции И везде И всегда Порядок Один Тебя Приглашают Представляют Аудитории И тут же Сидит Начальник И слушает Иначе И невозможно Что-то Сделать И так Делают Все И всегда Даже Самый Отъявленный Дуралом Не додумается Поступить Так глупо Как пытается Этот Отравитель Русского Народа Слепить Образ Христианина Придурка После Окончания Нашей Потеряевской Начальной Школы В 1949 Году Я уже Никогда Более Не заходил В школу Свою Даже На порог Ее Не ступал Никакого Широкоплечего Брата Работавшего На МТФ У меня Никогда Не было Жена Моя В школу Нашу Не заходила Никогда Она Более всего Возмущена Этой Гнусной Ложью Не умершего Еще Коммунистического Аппаратчика А доказательства О несуществовании Бога Какие приводят Морозов Мороз по коже И под кожей Если бы Гражданин Морозов Встречался Со мной Помог ли бы Он так Хорошо Описать Меня С бледным Изможденным Лицом Поросшим Редкой Обвисшей Бородкой Посмотрите На фотографии В книгах Открытым Оком С первого По восьмой Том И для Слова Божия Нетуз Где я Во все Возрастаю После армии В год Обращения Ко Христу В 1962 И до 2004 Года 88 Фотографий Где я Уже С бородой И 8 Фотографий Где я Еще Без Бороды Ни на Одном Снимке Нет Ни редкой Ни обвисшей Бороды Тогда Чего же Пишет Этот Обличитель Такой Портрет Чтобы Могли Сравнить С ним С Красивым Упитанным Бритом На Всех Снимках Привет На Всех Снимках Пристроившимся То К Дояркам Кто К Трактористам А Какое же Отношение Вы К ним Имеете Николай Иванович Вы же Ничего Не Сделали Чтобы Русский Человек Был Человеком А не Коммунистическим Быдлом В коммунистическом ГУЛАГе В котором Вы бывали Винтиком В котором Вы были Винтиком В тюремном Замке И Никакого Повода Я вам не давал Выдумывать мой образ В ваших Смертельной Скукоты Книжках Вам не о чем писать Ни прозой Ни куплектами Все такое Плоско Плотское Сиюминутное Евангелие От Марка 1.15 Покайтесь И веруйте В Евангелие Амос 5.15 Возненавидьте Зло И возлюбите Добро И восстановите У ворот Правосудия Может быть Господь Бог Саваоф Помилует Покинет Родоннию 13.52 Состарившиеся В злых Денях Ныне Обнаружились Грехи Твои Которые Ты Делал Прежде Доподлинно Известно Повсеместно Что все Мы Смертные Очень Краткодневные Не Вечен Глиняный Сосуд Он С плачем Треснет Все От Роба Сослом И До Царевны Единственная Смерть И Очевидно Кто На Бессмертие Посмеет Посягнуть И До Чего Ж Горько И Обидно Что Нужно В землю Лечь Невольно И Заснуть Казалось Бы Но Только Время Жить Наладилось Достал Разбогател Нет Смерти Ножницы Как Ленту Режут Нить Связующие С тем Чем Жить Хотел Наложится Увы На Ах И Ох В Тумане Горизонта То Что Мило Потел Дрож С Мучением Горький Вздох Прощай Же Тело Срок Свой Отслужила Смерть Старый И Известный Проповедник Без стука Входит В бедные Трущобы В экзотику Палат Палат В свой Час Смерть Смерть Побеждена И Побеждена Иисусом На Голгофе Что Кровь Его Есть Выкуп Если Примем Без Веры В Его Мы Просто Вши Блохи Восемнадцатая Сентября 2004 Года Игнатий Лапкин Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Книга Открытым Оком Тема Коммунизм Том Двенадцатый Вопрос 2721 В книге Для Слова Божия Нет Ус На Странице 199 Говорится Что Вам В Обвинение Ставится Некий Материал Мария Им Лампиевна Что это Такое И где Он Сейчас Находится Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Я Там было И это Обходится А память А память Народа Была Отшиблена Так Легче Продолжать Творить Своё Чёрное Дело Новикова Конева Мария И Ламплина Я Нас Нас Интересует Как Вы Жили Как Воспринимали Эти Колхозы А то Говорят Что Никогда Тогда Не Мучили И Не Было Того Чтобы Людей Туда Насильно Загоняли Я Говорю Что У нас Есть Живые Свидетели Которые На Смертном Адре Лежат А это Ещё Надо Проверить Так Ли Это Было А то Они Придумывают Отвечают На Это Говорю Им Верующие Ничего Не Придумывают Они Говорят Правду Вот Я И Хотел От Вас Услышать Вашу Историю С Чего У Вас Началось Как Раньше Жили Мария И Ламплина Жили Мы Как И Все Люди Живут Было У нас Два Коня Две Коровы Три Овечки Было Свинья Была Машина Была Жнейка С переводом Косили Сено И хлеб Жали Двое Мы С мужиком Работали С утра До ночи И Свекровь Со свекром Им Было По 65 Лет Трое Детей Было У нас Маленькие Я Вышла Молоденькая Замуж 18 Лет Было Мне И Когда Мне Было 25 Лет То Было Уже Трое Детей Ну Поедем Утром Рано Вечером Поздно Приедем У свекровушки Глаза Были Больные Ей Сделали Операцию У нее Какие-то Пленки Оказались И Она Плохо Видела Но Ей Свекр Помогал Ходить Я Приеду С поля Надо Две Коровы Подоить И Пока Управишься Туля Когда В 12 Час Ночи А То И В час Ночи А Утром Только Чуть Начнет Зариться Встаю Опять Надо Печку Затопить Да Им Приготовить Поесть Да Себе Да Скотину Прибрать А Потом Она Покос Да Так Нисколько То В жизни Не Отдохнула Схлипывает Плачет Я Тут Буду Говорить Все Буду Плакать Лежит Сейчас В кровати У Дочери Валентины Уже Смертельно Больная Так И Не Встала Больше С постели Так Что За Каждое Слово Ее Можно Ручаться Совершенно Все Ей Известно Не Со Слов А Переда Ею Нисколько То Мне Покоя Не Было Плачет А потом Стали Когда В колхоз Загонять Говорят Что Заходить Надо В колхоз Это Было В 30 Году В Колхоз Заходите Ну А У Меня Свекровка Говорит Грех Записываться В колхоз Не Ходите Нельзя Ну А Мы Тогда Были Еще Молодые И Мужик Такой Ж Был Мы В Одних Годах С Одного Года С Ним С Пятого Года Обоя Его Фамилия Конев А у Меня Новикова Мы С Ним Еще Не Легистрированы Видишь Я Была За Другим С Тем Я Прожила С Месяц До Разошлась С Венчаном А Этот Не Венчанный Был Тот Не Тот Не Дал Мне Развода Мы Так И Жили Нелегистрированные С Нем А Дети Все Равно Считались Сиконевы А Только Я Новикова Писалась В колхоз Мы Не Пошли А На нас Наклали Налог А Хлеба Сеяли Пять Гектар Пшеницу Овеж И Рож Так Вот Все Но Сами Все Убирали Потому Что Было Не Из Чего Платить Наемникам Денег Не Было А Потом На нас Наклали Налог Хлеб Мы Вывезли Весь Сколько Накладывали И Шо Наклали Какой-то Налог Большой Мы Не Пошли В Колхоз И Нас Раскулачили Наклали Налог Большой Они Продали Коня Свекор С мужиком И Женейку Продали Которая Косила Сено И Хлеб И Заплатили Потом Само Обложение Наклали Опять Столько Же Другого Коня Продали И Корову Продали Одна Корова Осталась Ну Вот Уплатили И У Мужика Отправили Осенью Это Уже Было В Тридцатом Году Мужа Отправили На лесозаготовку Осенью А К Нам Это Без Него Пришли Описывать Наклали Еще 120 Рублей На Нас Заплатить Та Нечем Нечем Нету И Хлеб Та Вывезли Весь Нече Продать Та Было И Корова Одна Уже Осталась Нечего Было Ну Да Может Быть Мы И Взаймы Заняли И Как Б И Взаймы Заняли Ведь Это 120 Рублей Но А Не Видишь Как Они Наклали Налог И Только Два Дня Прошло Они Уже Пришли Описывали Говорят Не Плотите Пришли Описывать Чугунки И Че Попало Посуду Да Нечего Больше Описывать Машин У нас Никаких Не Было Машина У нас Была Швейная Так Она Была Ручная Неножная Ну И Ей Описали И Корову Хотели Взять Овечек Забрали Все Отняли Корову Хотели Описать А Я Сижу И Толю Сына Взяла Он Годовой Был Как Раз Я Взяла Его На Руки А Шоре Было Четыре Года А Вале Было Уже Шесть Лет Они Были Возле Меня Стоят Я Сижу И Заплакала И Говорю Товарищ Жежлев Оставьте Мне Корову Не Для Меня Плачет Не Могу Терпеть А Для Малых Для Детей Ты Видишь Куда Я Пойду С Чего У нас Их Трое Было Один Та Еще Сват Наш Был Пришел К нам Описывать Та Трое Пришли Я Говорю У меня Эта Корова От Отца Приведена Когда Я Замуж Уходила То Они Приданное Мне Дали Это Моя Корова Так Вы Уж Мне Ее Оставьте Пожалуйста Не Для Меня А Для Детей Вот Они Поразговаривали Между Собой Оставили И Говорят Если Ты Свекровку Свекровке И свекру Дашь Молока И мы Узнаем То Отберем Корову Им Не Давай И Мужику Не Давай Сама Ешь И Детей Корми Я Говорю Ну Ладно Не Дам Я Им А Свекра Да И Свекровка Тут же Сидят Со Мно На Лавочке Они Посмотрели Ничего Не Сказали Ну Разве Я Какое Будет Сердце То У Меня Когда Будем Жить То Вместе Ну Вот Описали Все И Дом И Все За Все Это 120 Рублей Это Старыми Деньгами Тогда Еще Были Старые Деньги Они Теперь Говорят Ну Освободите Завтра Дом А Я Говорю Паша Придем С леса Заготовки Тогда Мы Перевеземся Да Как Я Буду Перевозиться С Они Говорят Ничего Подобного Нам Надо Под школу Дом Уходите Завтра Ж Ну Че Ладно Ушли Они Ушли Мы Тогда На завтра Ж Я Говорю Иван Пожалуйста Помоги Нам Перевестись Ну И Перевезлись А У них Кухонка И Комната Была Да У них Четверо Детей Да У меня Трое Детей Ну Так И Жили Паша Приехал С леса С леса Заготовки Только Неделю Одню Прожил И Его Взяли В Прокопьевск На Шахту На Два Года Лишили Голоса Тогда И Взяли В Шахту Не Знаю Как Там Взяли Его Сказали Что На Два Года В Шахту Но Вот Это Было В Январе Уже Мы С Января Дожили До Мая И К Нам Пришли Соседи Завтра Вас Будут Ссылать Это Было 13 Мая А Я Говорю Ой Как Ж Это Хоть Б Паша Дома Был Куда Ж Ссылать Как Ссылать И А Детей Может Не Сошлют А Свекар Говорит Нет Ты Будь С Ними Тебя Не Сошлют Старуха Стара Да Плохо Видит Вас Не Сошлют А Я Уйду В деревню Куда Нибудь И Ушел Куда То В Деревню А Они На Завтра Приехали А Он На Утро Ушел 14 Мая А Нас В Обед Как Раз Пришли Описывать Это Меня Сошлете В чем Я Буду Есть Ну Тарелки Две Три Тебе Там Хватит Какая Посуда Была Забрали Все Описали Да И вещи Какие Были Получше Тоже Взяли К Нам Комунно Приезжало Раньше За Два Года Вперед Семь Домохозяев Там Они В поле Жили Избушки Там Понастроили А К нам Часто Ходили В баню Все Мужик С ними Придет И Говорит Наверное Опять Комунары Приедут В баню Давай Топи Баню Я Пораньше Приеду Баню И стопим В субботу Они Человек Пять Придут Мужики Вымаются Накормим Их Они Пойдут И Как Раз Этот Их Начальник Самый Главный Пришел Председатель Или Как Он Пришел Описывать А Я И Говорю Антон Васильевич Все Таки Вам Поди Стыдно Последнее Все Отбираете И Ссылаете Помнишь Как Ты К нам Каждую Субботу Приходил Да Еще С собой Приведешь Товарища А Я За Вами Ухаживала Плачет Да Еще У Нас Как Мясо Было Так Мужик Отсекнет Вам Лопатку Или Больше Нате Антон Васильевич Вам Да Дома Поедите Там Дома Поедите А Вы Теперь Все У Нас Забираете Делились С вами Последней Крошкой А Ты Пришел И Шо Описывать И Говоришь А Там Какие Корчаги Какие Чугунки Есть Я Говорю Да Вон Есть Возьмите Заберите Я С С С С С С С С Повезу А Потом Пока Я С Ними Разговаривал Мне В Ящик Чего То Попало Наклали А Получше Чего Повыбрали А Только Золовка Побежала У Ней Пшено Было Так Она Спут В Мешочек Нагребла Я Принесла И На Дно В Ящик Бросила А Шубенки дублевые, да пимы, пимишки старые, ботало корове положили, да два колокольчика плачет в ящик, да иконы, большой спаситель был Пашин, а моя Богородица была такая стеклянная, и это поставили туда. Я спросила у Феодосии, у заловки своей, все склали в ящик, все вот тут для детишек, да твои вверху лежат платьишки, а больше ничего не сказала, только сказала, Мария, я положила там пшена, шепотом, трипуда, я говорю, ну ладно, спасибо. А теперь смотрю, соседи тащат, соседки все были хорошие, как родные были, тащат, кто сдобные калачики, кто сало тащат, так прямо стопами свиное сало соленое, кто сухари какие есть, да натащили два мешка целых. Я говорю, Феодосия, ты как складывала, она говорит, я хорошая, сдобная в этот вот мешок, а такие вот сухари, и че постное, вон в тот мешок, ты заметь, говорит. Я говорю, ну ладно, обвязали веревочкой, и все, подъезжает возщик на телеге с бычкой, поставили ящик, и все мое, а меня вперед посадили с ребятишками, а свекровку-то некуда. Тут возщик сел, некуда ее посадить, ее взяли и сверху на ящики посадили, а кое-то как дернуло, она упала с ящика-то, она плохо видит и не поддержалась, и упала прямо на землю. Они взяли ее, а Золовка-то закричала, заплакала и говорит это о своей матери, что делаете, она уж, видишь какая, она падает, куда же вы ее повезли на ссылку-то? И че, говорят, мы сейчас привяжем ее веревкой. Взяли и к бричке веревкой привязали, говорят, не упадет теперь. Повезли в сельсовет, не в нашей деревне был сельсовет, а три километра одна от деревни. Свезли туда, много к сельсовету, в клуб завезли нас. Мы тут ночевали, но завтра опять повезли нас в Крапивино, в район. Не знаю, сколько уж семей, даже из Аила были, из деревни, пять семей раскулаченных повезли. А у нас из деревни только меня одну, а вперед ссылали. Вперед сухие лага сослали, там Ивана Трофимовича, Колтышева, Мельникова сослали на чулын, вперед ссылали. А тут меня только одну, ну, до района довезли, там садили всех нас, свекровку со мной. А там жил моего мужика брат, он конным ветеринаром был, а жена его была инспектор, по школам ездила. А еще привезли мою племянницу Катю, ей было 17 лет только. Она только что замуж, тоже из Аила же, из этого, из деревни, со всеми, со свекром, со свекровкой повезли ее. А мужик-то ее вперед, ее поехал, в Ленинское. И там устроился где-то на работу и говорит, Катя, я за тобой приеду. Он и не знал, что слать будут ее. Ее тоже повезли, а мой-то брат, это моего брата дочь была. Мой брат-то услышал, что ее повезли, Катю. Он нас 8 километров. От нас 8 километров, он жил в другой деревне. И прибежал туда и говорит, что это Катьку-то у меня повезли, я за что партизанил. Били его белые плетями. 50 плетей ему дали, что он красных поддерживал. Когда были красные, он помогал им. Он не бегал в партизанах, только поддерживал их. И он кричит, так за это мою дочь-то повезли. И побежал к старшему коменданту. И освободили ему какую-то бумагу. Написали, он пришел, Катька, пойдем. Где тут что у тебя есть, ящик или что? Давай, утащи, мы пошли. А я говорю, братка. А я его братка звала, братка, говорю. Как я-то, посмотри-ка, говорю. И дети маленькие, и свекровка-то вон как плачет, не видит ничего. Как я с ними поеду-то, где-либо на поезде или на пароходе, так и свалимся все. Он говорит, погоди, я сейчас к Григорию сбегаю. Пусть шай он старуху возьмет к себе. Говорит, Григорий, бери мать свою, а то, ежели не возьмешь, я сейчас на тебя докажу, что ты его брат. А у него была связь порвана с нами. Как раскулачили у нас, то он с нами связь порвал. Он тут же жил, уехал в Крапивино, и там работал ветеринаром. А она инспектором, жена его. И сбегал за ним, принес, взял ее за руку. Пойдем, мама. И увел ее. А я только с ребятишками и осталась. Повезли на завтра, в Кемерово везли в область. Собирайте все свое. А когда вы приехали, то ящик-то со мной был. А продукты-то в другое место слали. Какая-то крышка была, и под крышку эту склали. Там охранник охранял, и мои два мешка там были. У всех продукты там были. Теперь я говорю, давай где-то тут мешки. Один мешок этот мне только дали, который с постными сухарями, а того нет. Я искала, искала. Да где же и шо-то мешок? Ничего нету. Охранник говорит. Ничего у тебя больше не было. Я говорю, как же не было? У меня там мешок такой-то, мешок с такой-то тряпочкой. Нету и все. А кому жаловаться-то? Кричат. Собирайтесь быстро. Чего вы там и шо? Ну я пошла с одним мешком и заплакала. Сели на телегу и поехали в Кемерово. Много нас повезли. Нашего Крапивинского района не знаю сколько, то ли 60 семей, то ли 70 семей. Много. Привезли туда к поезду на вокзал. А там уж народу много, все сидят с коловушами, с сумками своими. И с детьми им много. Дети, женщины, старики, старухи. Молодых мало мужиков совсем было. Ну на поезд давай нас грузить на такой, как он называется, телядник. А там одна женщина и четверо маленьких детей. Она и кричит. Давайте мужа мне, тогда поеду. Я не знаю, где он у нее был. Без его я не поеду. А я тоже тогда говорю, дайте мне мужа, привезите его сюда. Я тоже не поеду. И говорят, ничего подобного. Муж туда к вам приедет. Ей говорят и мне. Она взяла как-то тайно смылась и убежала. Убежала, а дети-то четверо тут. Лет 12, что ли, большой девочке. А эти меньше. И стали когда грузить, то ее нет. Где мать? Ее нет. Их тоже вместе с нами посадили, помню. То один даст им кусочек, то другой кусочек. То ли тут продукты у нее были, то ли остались, не знаю. Но им сказали, мать к вам все равно приедет. А вот не знаю, то ли она приехала к ним, то ли нет. Погрузили всех нас и повезли до Томска. Там на приставь высадили. Много нас на пристани было. Не только сколько нас привезли, но много народу. Мы тут ночевали прямо на берегу, на пристани. На завтра подъехали два парохода больших и четыре баржи. Вот как четыре пальца вместе, вот так они рядом все. Два парохода, высевой один, другой за его, другой прицельный, прицепленный. А баржи за ним прицеплены. Посадили нас. Тридцать тысяч. Вот сколько тут было народу на эти баржи. И внизу, и вверху, и везде народу негде пошевелиться. Едак вот, с кла, ушами, сумками сидят. Ну, как раз 14 мая повезли. А реки-то разлились. Потамят. Сначала вниз, километров 30 проехали. Оп, уже вышло. А потом Чая река. Нет, Чулым первый вышел. Потом Чая река. Чулым по правую сторону вышел. А Чая река по левую сторону вышла. И оп, тоже по левую сторону вышла. А Чулым в топ впал. А Чулым в топ впал. И вот так поплыли. Не знаешь, идут эти реки, как ровная дорожка. И они вроде не смешиваются. Том, она видишь, какая зеленая. Она так и идет. А оп, она какая-то мутная. Так она, как дорожка между ними, как межа. А Чая, как Чай река, рыжая какая-то. А Чулым, как молоко с водой разведенное. Такой какой-то белый. И вот долго все смотрело, почему не смешиваются. А потом уже дальше они смешались. А волны такие бились, прямо вот как обаржу. Ударит, ударит, метр или выше. Сильно били волны. Ну вот так. Везли, везли. Нигде, посмотрим. Нигде не видать ничего. Ни кустиков, ни гор. Туда вниз, в Нарым везли. И вот думаю. Чего же это все реки разлились, как равноморя? Куда же нас повезли? И тот говорит другое. Куда же нас повезли? Куда? А куда везут, ничего не говорят. Вот везли, везли, не знаю. 400 километров или сколько провезли. Деревня Барамаково. И по правую сторону садили всех нас. Остановились эти баржи и всех садили. Каждый свое таскал. Я первого ребятишек утащила и посадили. А народу много того и гляди, что если подальше от берега посадишь, затопчут. И тут некуда все таскают, свои кошели свои. А я уж свои кошели бросила. Ящик там был, постель до подушки. Но и ребятишек перво стащила от берега с метра и их посадила. И Вале, говорю, при записи этой беседы 13 марта 1980 года присутствовала и эта Валентина Павловна. Валентина Конева, 1924 года рождения. Проживает в настоящее время по адресу Барнаулс, Миногорский, тракт 110, квартира 101. Телефон 23-2026. А Вале седьмой год пошел с марта, а весной-то и повезли нас. Ей старше, а этому-то уже полтора года было сыну. Я ей говорю, Валя, за пальто держи его, чтобы он туда не сполз. Ежели он туда упадет в речку, я тебя тоже сброшу в речку. Не смей его отпустить. Она его держит, а он рвется туда, к берегу, смотреть. Она его держит за рубашку, а я в это время-то стаскивала все. Все стаскали, а там охрана дальше, а в кусты-то не пускают никуда. Думают, убежим. А куда мы убежим от детей? Ну, стаскали, тогда я и их туда утащила. Там палаточку натянули, три недели мы тут жили, и все это три недели привозили три раза по 30 тысяч человек. Говорили, что по 30 тысяч. И вот столько народа, что не поверишь, столько, что негде прямо сходить на двор. Все огороды перегородили во все деревни. Народу шивка много, езады все перегородили, все перегородили. Столько много народу. Вот тут мужик стоит, и никуда тут деваться. Садишься, и он только хохочет. Ну, что сделаешь? Дальше это нас не пускают. Ну, вот теперь три недели пришло. Нас стали заводить на пароходы всех, кого в Чаинский район, кого в Бочкарский. Ну, нас в Бочкарский район повезли. А тут были еще какие-то районы, ну, уж видишь, сколько лет прошло. Да и теперь болею, не могу. Через полгода Мария Лапина представилась от всей многотрудной жизни в иную, вечную, в вере православной, быв примерной христианкой. Забыла районы, ну, в каждый район назначены были, куда нас повезли. Сначала в Почаиры, потом в Бочкары, по реке довезли до Бочкара, деревня Бочкары, река Бочкары. Тут нас опять садили с этого парохода. Мы тут ночевали ночью, опять пароход пришел с баржей. И в эту баржу нас опять посадили, и вещи наши тут склали, и повезли дальше. В лес привезли. От Бочкары 20 километров. Ну, Бочкары-то, ежели вот так вот по левую сторону, там часто есть деревни по 3 километра, по 2. Нас туда вправо повезли, в лес километров 20 провезли тогда. С власти, говорят, садили, остановились и слезли мы. А на берег-то, ну, как сказать, метров 10, наверное, чистого места, дальше лес. Говорят, что в 21 году, это уж напосля мы узнали, жители говорили, что в 21 году горел лес, тайга горела сильно и переваляла лес. А лес-то хороший, кедрач, пихтач. Так наваляло его друг на друга на метр в ушину. И клетки такие в охват не захватишь. Накрестила и сквозь лес, этот в клетке-то опять зеленый лес пророс. И нам дали сразу лопаты, пивы, топоры. Мы на берег все стаскали, а стаскивали уж поздно было, под вечер. И говорит, как бы, и говорим, как бы вода не прибыла, да не унесла нас. Да все в кучу склали, твое ли, мое ли, там неизвестно, лишь бы оттуда все вытаскать. Все вытаскали, а потом сразу мужики, 9 мужиков, только было у нас с района Крапивинского. Столько мужиков, а остальные старики, старые старухи, да ребятишки, подростки были лет по 14, по 15, вот такие. Приехали и давай сразу пилить. До вечера, до ночи пилили, пилили и давай стаскивать. Мы стаскивали уж темно, в куче лес весь. Натаскали, а напилили много, смотришь, да и старики пилят. Распилили, растаскали, как большой дом наклали лес-то и зажгли. Зажгли, а мы скорее у кого половики были, намощили в речке. Да свои вещи-то, калауши, закрыли мокрыми полагами и ребятишек туда же склали маленьких-то. А то искры шибко летят. Закрыли. Ребята, которые по 14 лет, по 15, они в речку купаться. Быстро горит лес-то сухой, только трещит. Ну и когда сгорело все, мы размели, дальше отмели к лесу и тогда перетаскали маленько опять вещи-то ночью. Ничего не видать, свои ли или мое, лишь бы стаскать маленько оттуда, чтобы, говорим, вдруг прибудет. А берег-то пологий был, не крутой, не высокий. И так присунулись к этой куче все. А ребятишек к куче прижало и говорю, ладно, ложитесь. И заснули. Расцветало, мы встали и всяк свое разбирать стал. У кого что есть, где, там, че. Ну и я так. Огонь расклали, чай наварили, сухари достало. И тут я опять заплакал. А думаю, дали соседи. Такие хорошие, плачет, были славные. А они целый мешок у меня забрали. Охранники или то там в Крапивине в районе. Сейчас бы ребятишек покормило. И вот видишь какие. Ну ничего не сделаешь. Я их сухарями покормила. И сама наелась. Мужики сказали, давайте еще пилить будем дальше. И вот мы каждый день все пилили, распиливали все. Потом палатки стали натягать. У кого старик, какой старуха, они себя натягают, а мы двое километров за пятнадцать. Километров за пятнадцать жила женщина, знакомая Родинова. У нее двое детей, да у меня трое. Говорим, давай мы с тобой вместе палатку натянем. Столбы с ней выкопали и половики натянули. У меня было два половика больших, метров по сорок, наверное. Половики такие были. И у нее тоже. Мы натянули половик на половик сверху, чтобы когда дождь пошел, нас бы сверху не промочило. Но все равно промакивало. И там мы с ней распилили эти бревна. Потом сделали нары. Она себе сделала, а я себе вот так рядом. А хлеба нам давали по ковшу на человека. Сказали, это вам ковшик дается на день, а завтра другой будет. Вспоминаю, как нас привезли в ссылку. Привезут муку, а на мешках мука присохнет. Мы эти мешки друг у друга выхватывали, дай я погрызу. Мужчины взрослые хватают, а детям тут нет. Дети вокруг бегают, но не давал никто им. Мешки-то подмачивает, и мука плитками засохнет. Едим-то хлеб с травой, да с гнилушками. А тут-то чистая мука. Он отскребет зубами. Тут все в муке. Я говорю, дай мне этот мешок, который не еден и шо. А другой мужик выхватил. Гнилые пни потом ели. Когда узнаем, где такой пень, выгребем у него изнутри. Да чтоб никто не знал, толкли, чтобы еще раз на этот пень прийти. А работать нас пока не заставляли. Но они видят, что мы тут сами работаем, расчищаем для себя. И по ковшу муки, а потом, если останется мука, то поваренки вдобавок. А потом положим на человека. А всем делится одинаково. И маленьким детям, и большим одинаково. Потому что говорил, вдруг не хватит. Маленький будет реветь, а мы уж помолчим. Ну вот это на день дадут, а живем три дня до четыре. И не дают. А этим и этим живем. Потом узнали, что малина тут есть недалеко. Утром, как встали мы с этой женщиной, с Родионовной, собираемся по малину. Она говорит, пойдем по малину, по ведру наберем малины и принесем. Да как-нибудь кустами проберемся в эту деревню. Узнали, тут четыре километра было от нас. Там наша комендатура была. Орловка, деревня. Проберемся туда кустами, и там за ведро нам булку хлеба дадут. Но булки оржаные стряпали. Оржаные стряпали. Вот такие круглые, большие. Булку хлеба дадут за ведро. Мы придем, ребятишек накормим. Малиной-то что, их разве накормишь? А завтра опять собираемся. Это когда малина поспела. Мы в августе так кормились. А мужики когда дадут? А когда и не дадут? Мы уж сильно не надеялись. А эту булку дадут каждый день ходили по малину. И вот так кормились. А сухари уж мы съели тогда все. Потом уж осенью я стала домой писать письма в заловке. Да и сестра там была. Я говорю, не знает ни Паша, никто не знает где мы были. А он-то когда она ему написала, он сбежал оттуда и к нам прибежал. И еще какой-то седло на сбежал тоже. Недалеко от нас жили и тот прибежал к своей семье. Они с ним сговорились, они не знали друг дружку. Они идут дорогой и разговаривали. Ты куда идешь? Да сослали у меня семью. Так я к семье иду. И другой-то тоже. Ну пойдем вместе. Вот вместе шли. Дошли до Коломенной, где пристани парохода останавливаются. Им говорят. Да нечего там делать. Не ездите. Их там всех прибили. Ну а мы говорим. Хотя прибили, а мы все равно поедем узнаем. Раз доехали до этих местов, то поедем узнаем. Ну вот и приехали. Я видела во сне, что мы легли спать, а на завтра мы опять собрались по малину. Легли спать. И вижу во сне, вроде бы пришел мужик какой-то и говорит. Женщина, тебе завтра муж придет. Я говорю, какой муж? Твой. Проснулась, а никого нет. И так-то что-то мне стало жутко. Одеваюсь одеялом. Ну и вправду завтра гляжу и идет. Бегут оттуда. А мы не с краю жили, а окраине. И кто вверху кричат. Мария, Мария, Павел пришел. Ну вот он подходит. Мы выскочили. Бегу к нему, плачу. Ну не плачьте. Теперь я пришел. Ему уж тогда было 27 лет, а мне 26. Тогда мы сильно бежали со ссылки. Убегали. Куда попало? Кто домой? И тут избушка продавалась. Говорили, что кто юбку отдаст за избушку, то его будет. Там еще ни окошко, ни дверей, ни печки. Сруб только. Он говорит. Давай юбку какую-нибудь. Я говорю. Какую? У меня юбок-то нет. На вот последний, и мы будем в избушке жить. Юбку отдал, а двери в избушке нету. А он с роду топором ничего не делал. А тут дверь сам и сделал, и притолокую, печку из глины сбил. Сам опечек сделал, окошко дырочку. А икону в большой ящик положили нам. Мы это стекло-то вытащили, в окошко вставили. В этой избушке нары сделали, он палатей сделал, доски. Маленькая избушечка была, и оба жили в ней. Тогда я тифом заболела. Это уже было перед Рождеством, за три дня до Рождества. К нам старушка пришла, я говорю. Бабушка Аграфена, я сильно заболела. Ты чего-нибудь сделай, стряпать помогай. А стряпать муки-то мало давали. Мы гнилушки, да все это пни березовые. Знаешь, как пень-то березов высохнет, его оттолкнешь, он упадет, сам рассыпается. Мы наломаем из него. Хорошо все это измельчим в ступке, истолкем, и просеем решетом. И вот на этом замешиваем, как на оладьи густо. Муки нисколько, а только закваски положим и замешаем. А утром продвинется, как шапка. Тогда пригоршни две муки туда и замешаются. Вот еда, и стряпали хлеб-то. А сверху корочки-то размочим, как ничего. И мой кишок такой мягкий. А я когда заболела, а ничего не стало есть. А сначала заболела вот так, значит, за три дня до Рождества. Сидели мы чай пили, и вдруг меня понесло. Понесло вокруг, даже голова не болит, ничего. И я упала. И как раз тут койка стояла. Я на постель-то упала и ослепла сразу. И не вижу. А темно, темно в глазах. Даже нисколько не вижу. И мужик дома был. Я говорю, Паша, я ослепла. Как ослепла? Даже нисколько не вижу. Он говорит, ну а что такое случилось? Я не знаю, болит ли чего у тебя. А у меня ничего не болит. И я говорю, нет, ничего не болит. И только голова кружится, и я ослепла. Тогда смотрю, зелена, зелена стала в глазах. И светло говорю, все вижу. И села, села, и только один раз чаю пивнула. И опять упала, опять снова темно стало. Закружилась голова. Да опять ослепла я. Потом полежала, полежала. Тогда опять светло стало. И начала голову ломить. Так, стал ломить. Голова заболела, заломила. Но он пошел на работу, а он приходил пообедать. Тогда уж корчевали, посылали тогда на работу. Корчевка была. Бабушка Аграфена тут пришла к нам, суседка наша. Я говорю, бабушка Аграфена. Я заболела что-то сильно. Она. Так что болит? Голова. Она говорит. Лезь в подполье и накопай глины и привяжи к голове. Она и вытянет жар. Холодную глину красную. Я так и сделал. Привязала, легла на лавочку. У меня голову уже не ломит, а только ноет. Хорошо мне стало, и я уснула. Не помню, как проснулась, а голова у меня как кирпич. А глина-то спала, и я говорю. Вот как хорошо. И голова не болит, только ноет. Я еще приложу. Постарей была бы, так поумнее была. Еще накопала, и чтоб она у меня не ныла. И еще привязала, и легла, и еще уснула. А когда проснулась, то уже ничего не помню. Вот как сама себя сгубила. Паша пришел, а я уже ничего не могу. Чего он спрашивает, а я ничего не знаю. Я не могу ему ответить. Он говорит, ты что заболела? Я говорю, Паша, я сильно заболела. Голова так у меня болит, я не могу. И ищ не стало. Он говорит, тебе что надо ищ? Ничего не надо. Назавтра вспомнила, что меду надо. Вот меду поела бы. И он мне где-то полстаканчика принес. У кого-то мед был. Оладьи тебе надо состряпать из чистого, из чистой муки. Я говорю, ну, состряпай. Он состряпал оладки. Я оладки-то намочу, мед только слежу и опять макаю. Он мне, ты оладки откусывай. Нет, мне лихо, не хочу. И так и не кусала оладик. А мед-то ела. Назавтра он говорит, ну, что тебе сделать? Мне знаешь, кого надо сделать? Булку из чистой муки. Булку такую большую в сковороде состряпай. И чем-нибудь бы облить ее, как бы сметаной, как делали раньше. Ну, где я тебе возьму сметаны? Ну, хоть так булку состряпай, я говорю. Ну, и состряпал. Он состряпал булку, а она пресная была. Или какая у него, с вечера не поднялась, в печку ее посадил. Ну, что, мужик, так мужик. Ну, и оттуда ее вытащил, корочки-то все засохли. А в середке-то там прямо тесто. Он. Ну, вот, давай тебе булку спек. Я посмотрела булку эту, и макиш-то вот так вот взяла в рот. Вот, это уж я не помню, как это он рассказывал. Взяла, говорит, мякиш вот так. Да его вот так вот мячиком сделал, скатал это так, чтобы... Да как об стенку бросил, а он говорит, ты что делаешь? А кого ты мне дал есть-то? Тесто какое-то. Ну, это он только говорил, но я не знаю, я уже была без сознания. Это за три дня до Рождества заболело, и сразу стало без сознания. Это я голову простудила глиной. Ну, и вот, как мы положили маленько, ну, и вот, так мы пожили маленько в землянке. Когда уж оттуда пошли, то там семей пять или четыре оставалось только. А было много с нашего района. Там по районам, вот наш Крапивинский район тут, а километра через два другой район. Там Ленинский, Токтинский район, Локтевский район. Он пришел, да и говорит, пойдем, нечаевы бежали. А землянка у них большая, а нары хорошие. Давай в эту. Наша избушечка маленькая, а нам тепло, печка железная стоит. Он был сапожник хороший, ему приносили даже войлок, шил он и зарабатывал еще кроме этого, кроме муки этой. Ну, и они хорошо жили. Уехали все. Я же не могу ни пойти, ничего. Но вот это помню, что он меня взял под пазухи и тащил. Ну, ты иди хоть сколько-нибудь ногами-то. А я только переплетаюсь и не могу уж пойти никак. И уж тут недалеко было метров сто. И туда меня перетащил, и там нары большие положил. И тут я уже ничего не помню. Я уже на Масленке опомнилась. Это в феврале, в последние числа помню. А он тоже недели две прошло, заболел и со мной рядом лежал. Только я без сознания. А он меня сбоку на бок переворачивал, а сам в сознании был. Ворочался и все делал сам. Так рядышком мы лежали с ним. Только помню, что говорил. «Ты надоела мне опять переворачивать? Я сам-то не могу переворотиться до тебя. А я перевороки меня, перевороки». И вот думаю, он скажет, как надоело, а я. «Да ладно, сама переворочусь». И вот думаю, что поднимаю руку, а она не поднимается. Думаю, как переворочусь, если пальчик поднять поднимаю, поднимаю. Нет, не поднимается. Ничего у меня не выходит, ничего у меня не поднимается опять. Перевороки меня, переворотит. В землянке столбы были. Я вот у столба лежал, а из столба выглядывают цыганки какие-то. Как большая кукла, и вот такие они черные, лохматые. И все вот вижу, мужчины цыгане и женщины цыганки. И вот они оттуда выглядывают, да вот эдак всяко меня дразнят, дразнят. Я посмотрю на них. Ой, да что это такое, да докуда они будут меня дразнить, чё это они меня дразнят-то? Пауза пару минут. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Он говорит, давай за нами иди, а то там ловят, там комендатура. А это сразу в Орловке, 4 километра от нас. Акчар переплывали туда паром, паром был, как так по цепочке веревку натянули. Ну вот, а так он глубокий, ни мост, ничего нельзя тут построить. А там как-то было не широко. Ну а этой стороной пойти кустами, там тоже есть заимки, где два домика, где три домика. Это раньше, говорят, тут были кулаки, сбежали, да, селились в тайге. Одного-то Паша узнал он, косоротый такой. Паша последнее время был ветеринаром конным. Учили 6 месяцев, он уже районным стал ветеринаром. Ездил по поселкам и увидел его, говорит, он меня бичом отлупил раньше еще, когда Паша маленьким был, когда ему лет 10 было или 8. А они жили в деревне, пасеки большие, поедут на базар. К нам заезжали мимо нас. А как-то свекровка и свекор, знакомые, заезжали к нам. Заехали, а у них было две катки меду. Паша выпрек, гости ночевать в избу ушли. А я говорю, а ну-ка посмотрю, че в катке-то. Подошел, а там мед. Он рукой туда залез, катку открыл. Да рукой, да давай, мед есть. А косоротый вышел как раз, увидел, да плетью давай. И так меня ожег два раза. Я и боюсь папе сказать молчу, уж раз сам провинился. И узнав его, этот косоротый здесь живет, а он раньше на заимке какой-то жил, занимался пасекой. Переплывете, там можно переплыть, женщина на лодке приплавляя через реку-то. Денег-то у меня было 8 рублей. Я хлеб состряпал килограммов 5, состряпал с гнинушками, с сумками на заде. До Локтевского района он нас и проводил. Ступайте вот тут, через гору перелазьте, там прямо дорожка. И там только полтора километра. И тут поселок другой. Так, на сегодня все. Спаси Христос за помощь. С Богом. Слава Божию. С Богом. Да.